Однажды давно жил себе на земле один старый фермер. Он построил себе дом в укромном местечке, вырастил сына и жена была, но она, к сожалению, умерла несколько лет назад. Жил себе фермер, дожил, никого не трогал, разрабатывал землю, охотился на птицу, старался на хозяйстве. Его все устраивало, только сын подросток всервался отыскать приключения на свою задницу, ускакать на верном коне в сторону заката и там стрелять во все и вся, пока рука не отвалится. В общем, был неусидчивым мечтателем, как и большинство подростков. Как обычно бывает в таких замечательных историях, найдется тот, кто подпортит вандерфул лайф. Прискачет бог знает откуда с пушкой наперевес, начнет задавать глупые вопросы, запугивать, шантажировать, пытаться ограбить, в общем, вести себя как типичный подонок. Так в один прекрасный день произошло и с героем моего рассказа, стариком Генри. Откуда ни возьмись на земле честного фермера, появилась одинокая кобыла с седлом на спине. Генри с сыном подошли посмотреть, в чем же дело, черт возьми, откуда здесь взялась эта гнидая. Обнаружив на седле кобыл и кровь, фермер сразу понял, что оседланный конь не потерялся сам по себе. В этих спокойных краях явно появились незваные гости. Фермер пошел по следам незваной кобылы и немного поодаль наткнулся на лежащего лицом ниц человека. Мужик не подавал признаков жизни. Генри осмотрел мужика, в правом плече пулевое, видно было, что незваный потерял много крови. Фермер приложил к ранению трапицу, чтобы попытаться остановить кровь. Еще в шагах десяти обнаружилась сумка, набитая зеленоватыми купюрами. Все это сулило неприятности. Маленько пораскинув мозгами, старичок-фермер было сообразил бросить все и просто уйти по добру, по здорову. Но бросить человека вот так, просто умирать, даже если это преступник, было бы неправильно. Честный фермер водрузил незваного на своего коня и отвез в дом. Там сын помог перенести мужика на койку. Старик Генри постарался спрятать сумку с налом и пушку незнакомца так, чтобы непоседа сын не увидел, но получилось плохо. Следующим утром фермер отправился за доктором. Юнца пришлось оставить одного с незнакомцем, который все еще находился в бессознательном состоянии. Чтобы избежать острых ситуаций, Генри связал незваного гостя. Когда папаша удалился, юноша решил проверить, что же старик спрятал от него. В тайнике комода он обнаружил деньги и пистолет. В барабане еще было несколько патронов, потому молодой не придумал ничего умнее, чем взять чужой ствол и пострелять из него по бутылкам. В это время по пути к доктору фермер увидел троих на том месте, где вчера нашел подстреленного мужика. Старичок Генри подкрался к новым друзьям, чтобы послушать, о чем керечи толкают. Чужаки оказались непростоками и заметили присутствие постороннего в высокой траве. Попытка подстрелить фермера не увенчалась успехом. Чудом избежав пули, старый поспешил вернуться домой. А дома незнакомец очнулся. Все, что смог предложить, так это напасть на молодого хозяина дома с ножом. Знакомство с сапогом фермера Генри привело неблагодарного гостя в чувство. Преступника, что покусился на жизнь юнца, снова пришлось связать, но в этот раз покрепче. Теперь он скомпрометировал себя, а значит не заслужил глоток виски перед тем, как фермер начал доставать пулю из его плеча. Забывая от боли, нехороший человек лепетал о том, что он законник, но тогда почему законник пытался убить парня? Приятную беседу прервало появление трех всадников. Похоже, это были друзья-незнакомца. Он описал их внешний вид, даже не глядя на их рожи. Фермер вышел на крыльцо, прихватив ствол, чтобы спросить гостей, чего те разыскивают в этих местах. Говорил один из всадников, другие молчали. На том, что говорил, висела звезда шерифа. Он представился доблестным шерифом Чикаши и спросил фермера, не видел ли тот подозрительного человека. Каштановые волосы, 6 футов в росте, считается красивым. Фермер ответил, что нет, никогда не видел никого похожего под описание. Шериф Чикаши продолжал спрашивать о том, сколько людей живет на ферме и как зовут доброго фермера. Генри Маккарти ответил тот. Шериф вспомнил про однофамильца фермера. Когда-то давно этот подлец наследил в Аризоне, может это был его родственник. Генри ответил, что нет, в здешних местах много Маккарти, да и родичей его уже нет в живых. У владельца фермы было много дел по хозяйству, потому он не мог мило общаться с шерифом с другого конца страны. Он пообещал быть бдительным и если увидит описанного преступника, то обязательно сообщит славному шерифу Чикаши. На удивление, незваные гости ушли без приключений, но Генри отлично понимал, что они вернутся. Вопрос только когда? С наступлением темноты Генри расспросил незнакомца о людях из края, где он был шерифом. И бедолаге удалось убедить недоверчивого фермера в том, что он говорит правду. Настолько, что старик Генри даже собирался отпустить его, вернув револьвер и деньги. Все было бы так, если бы не пули, которые завизжали в доме. Похоже, доблестный шериф Чикаши прислал одного из своих халуев нанести званный визит на ночь глядя. Что ж, гостей нужно принимать гостеприимно, со всем имеющимся радушием. Так старый фермер и сделал, применив свой двуствольный дробовик. Чтобы скрыть труп гостя, Генри бросил его кабанам, тем плевать, что поедать. Ранним утром фермер с сыном собирались уже смыться, но на холме снова появился всадник, шериф Чикаши собственной персоной. С собой шериф привел еще с десяток помощников. Фермер Генри предложил бандиту, что выдавал себя за шериф, а просто набить ему морду. Зачем всем его парням погибать сегодня? Ведь кровопролития всегда можно избежать. Главарь банды отметил, что фермер Генри очень воинственен, но в его планы сегодня такой поворот событий не входил. Тогда фермер предложил им уйти по добру, по здорову и тогда он не поубивает их всех. Парни Чикаши посмеялись юморного фермера, а ведь Генри их предупреждал. Парешив, казалось, последнего из бандитов, фермер огляделся и не досчитался одного трупа как раз вовремя. Бандитская пуля просвистела возле самого уха. Снова завязалась перестрелка, псевдо-шериф даже подстрелил фермера. Бандюга Чикаши был хорошим стрелком, но простреленная щека немного мешала ему прицельно вести огонь. Фермер ведь предупреждал, уходите и будете жить, останетесь, умрете. Почему никто не верит фермерам? Во время перестрелки тот самый шериф округа Вудс узнал фермера Генри. Оказалось, что старый Генри вовсе не был простаком. В прошлом все его знали под прозвищем Малыш Билли. В Аризоне каждый простофиля слышал о малыше Билли, о его преступлениях писали в газетах, тогда-то он и стал известным на всю страну. Считалось, что Билли Китт убил 8 человек, в том числе шерифа округа Линкольн. Когда малыша наконец поймали и судили, вынесли переговор к повешению. Он бежал из тюрьмы, убив еще двоих. Два месяца ему удавалось скрываться, но в конечном итоге Маккарти настигла пуля правосудия. Время шло, а среди народа ширились легенды о том, что Билли Китт выжил. Многие недотепы пытались выдать себя за того самого Маккарти, чтобы получить лучи его славы, но только не сам малыш Билли. В конечном итоге старый фермер с темным прошлым получил пулю в живот от шерифа, которому пытался помочь. Оказалось, что шериф Кай встал на темную дорожку почти год назад и получил клеймо банды. С тех пор он ходил по лезвию ножа. Выстрел из дробовика руками сына старика фермера заставило предателя шерифа поскользнуться и упасть на острое лезвие, по которому он ходил. Из этой заварухи живым вышел только младший Маккарти. Он похоронил отца и отправился на поиски приключений, о которых так долго мечтал. На этом моменте эта увлекательная история заканчивается. Рад, если было интересно. Благодарю за то, что смотрите меня. На этом пока все. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова